А при начальном ролика хочу посвятить вам группу моего дизайнера. Он умеет делать промо ролики, превью, шапки, все что угодно, что связано с дизайном. Поэтому всем советую, ссылочка будет в описании, подписывайтесь и заказывайте, если вам что-то нужно. Все ссылки будут в описании. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Геем, и сегодня мы играем в первоначку на середине роли плей, четвертый сервис, у них здесь легенда футбуль, не забывайте вводить маник при эстрации, и также не забывайте вводить мой промокод, пишите мн, десятый пункт, промокод, и пишите вот такой вот промокод, ге-гейм. Как только вы отыграете 7 часов, вы получите 50 тысяч, поэтому, блядь, вводите мой промокод. Итак, короче, я снимаю так же, сразу же после той серии, я постараюсь наперед записать, чтобы серии стабильно выходили. Надеюсь, вы это оцените, поэтому, блядь, ставьте лайки, просто обязательно. Мой таксист почему-то залагал, я вообще ехал, получается, в СТО, чтобы машину свою забрать, потому что она до сих пор там находится. Короче, чего к крашу, блядь, только зря ему еще на ЧА-4 тысячи дал просто. Ладно, все, я тогда добегу до оба рынка, я, пацаны, хочу на самом деле купить мотоцикл, либо купить какую-то недорогую, но хорошую машину, например, Вольво, про которую я снимал. Но больше я хочу мотоцикл, почему? Во-первых, мотоцикл, он более-менее быстрый, второе, его не сможет эвакуировать эвакуатор, как бы, он, всегда машина будет у меня, как бы, ну, то есть мотоцикл. Тем более, у меня сейчас осталась только одна Ауди, но, как бы, нужно две машины, потому что Феррари сломается. Какая? Я сказал, Ауди мне осталось? У меня Феррари осталось. Если Феррари сломается, то нужно будет еще какую-то машину, как бы, поэтому вот такие вот дела. Так, тут у нас стоит Р-8, Майбах и БМВ. У меня на руках 2,6, короче, есть. Не бегайте по дороге. Ам, окей, я просто не видел, администратор написал, чтобы я не бегал по дороге. Окей, не буду больше бегать. Я вот такой вот себе мотоцикл бы, на самом деле, купил. Просто лучше его с рук купить, потому что в автосалоне он довольно-таки дорогой. Фух, наконец-то я добежал до своей машины, я ждал таксиста, но никого не было. Короче, нету мотоциклов, никто не редачит мою объяву, поэтому я решил поехать в автосалон мотоциклов. Он находится, по-моему, у Владкарина, и посмотрю хотя бы цены на эти мотоциклы, чтобы, если я даже буду кого-то покупать, чтобы я знал цену этого мотоцикла, чтобы меня, как бы, не обманули. Блин, если, конечно, он будет стоить где-то около 1,2 млн, то я, возможно, куплю его с автосалона уже, психану. Ну, а так, блин, почему не машина? Не знаю, мне что-то вообще никакие машины не интересны пока что в автосалоне, поэтому я решил мотоцикл купить, тем более у меня были мотоциклы в других проектах, и здесь у меня еще не было мотоцикла, я хочу попробовать. Возможно, мне здесь понравится больше, чем в других проектах. Да, вообще, мотоцикл более будет практичный, он не так ломается, как машина. В принципе, его не угонит никакой эвакуатор, и, как бы, это будет мой запасной транспорт, потому что есть Феррари, но все-таки нужно еще что-то купить. Я бы мог купить Ворвоту за 200 тысяч, но если сейчас мотик будет дорогой, возможно, я так и сделаю. Так, вот я уже почти приехал, мы находимся в Бурсаво, здесь, кстати, есть и 100, оказывается. Но, блин, здесь механиков по-любому нету, и я вообще не понимаю, кто его даже купил, если... Оно не прибыльное, по сути, да? О, статус свободный. А, это гаражи, типа, чтобы тюниться, я думал, типа, можно купить. Я бы, на самом деле, купил бы здесь гаражик. Здесь даже, видите, есть квартирки. Блин, я, на самом деле, в следующей серии, наверное, пацаны, будут большие изменения, какие вы узнаете. В принципе, да, потому что у меня есть такая интересная идейка, в принципе, поэтому, возможно, в следующей серии выйти большие перемены. Поэтому, с вас, смотрите, лайки, чтобы быстрее новая серия вышла. Так, все глушим, а я вытащу ключ на всякий случай, тут все бывает. И пошите посмотрим, блин, я просто не помню, сколько стоят мотоциклы там, поэтому, да. Так, у нас встречает, что-то такое, вообще, 300 тысяч. Что это такое, Honda CB750, хм, интересно. Так, это у нас скутер, чоппер есть за 935 тысяч, потом, это нам не нужно, это нам не интересно. Так, где у нас мотоциклы, именно? Так, 440 тысяч, по-моему, было, да? Видите, 2 миллиона 100 он стоит, поэтому лучше его, конечно, бушным купить. Потом, у нас здесь есть Hayabusa, она стоит прям 400, но, скорее всего, она медленнее, чем Hayabusa. Это у нас шо? Нет, а вот, вот это быстрее, по идее, будет, да, 522 быстрее будет, чем Hayabusa. В принципе, так, потом есть вот такой вот Harley за 820 тысяч. Давайте я вот эту хрень на ТС возьму, чисто по приколу. Honda вот такая вот, хм, прикольненькая такая, кстати. Может быть, ее и купить? Она такая, знаете, внешне так прикольно выглядит, кстати. Возможно, ее и купим. Вот, тоже прикольно, такой мотик, кстати. Едит за 150 километров, даже 154. Блин, я, на самом деле, заинтересовался этим аппаратом, ну, потому что он реально неплохой. Моделька классная, да, он не пиздец какой быстрый. Вот давайте, да, сравним просто, сколько едет вот этот мотик. Есть сколько едет, допустим, вот этот, в Ducati. По идее, он должен быть пиздец какой быстрый. Если он будет быстрее 20 километров, то лучше уже взять тогда вот этот за 300 тысяч и все. Так, сколько он едет? 146, 150, 154, 158, 160, 168, 170, 171, 172, 173. Ну, где-то 180, да, он едет. Давайте я даже багом быстрее разгоню, чтобы мы его взяли максималку. 179. Ну, багом, понятное дело, он будет ехать пиздец сколько. А так он едет 180, да? 181 у него максималка без бага. В принципе, ну, блядь, тогда нету смысла покупать его вообще, по сути. Давайте посмотрим, сколько тогда едет Хайбуса. Есть Хайбус едет где-то 180, 170 тоже. Ну, блядь, мне просто Хайбусы не нравятся. Тем более, вот здесь какая-то моделька кончится. Видите, какой он задранный, этот пиздец. Как так можно было сделать? Так, давайте я пробую разогнаться, в принципе, и посмотрим его максималку. Кстати, начали ее дать с объяву, может, кто-то напишет насчет мотика. Так, и у нас он едет, так, без бага сколько он едет? Блядь, ебался. Ладно, ничего страшного. Все под контролем. Так, давайте разгоняемся. Ну, блядь, я бы по-любому не куплю, но давайте хотя бы максималку проверим. Так, он едет у нас 154, а нахера переплачивать тогда, если вот тот едет за 300 тысяч так само, смотрите, просто. Даже быстрее тут едет, чем этот. Да не, блин, я думаю, смысл есть тот взять и все. Да, Дукатти быстрее там на 30 километров примерно, ну, на 25, ладно. Но, блядь, он стоит 2,1, а вот этот стоит мало, довольно-таки денег, поэтому я думаю, стоит все-таки купить. Ну, халей, даже проверять не буду, поэтому давайте, наверное, возьмем этот, так, красный, желтый, ну, если желтый, вот, неплохо смотрится, так, черный, черный, ну, хуй знает, черный, не черный. Давайте, я думаю, купим черный и, в принципе, все, так, давайте, покупаем его, купить, стоит он 300 тысяч, верно, верно, все. Так, я его купил, где он, а вот он, бля, вообще четенький, на самом-то деле, так, давайте прокатимся на нем, нужно будет еще припарковать. Ну, реально, блин, ну, смысл покупать вот тот дорогой, как бы разница между ними небольшая. Ладно, ну, Дукатти, да, там, 25 километров быстрее едет, но этот, как его, Хаябус, она едет практически так само, как едет мотоцикл, даже немного медленнее, поэтому смысла покупать нет. Кстати, можно, по-моему, на тату-ку набить, я так понял, да, по тату-салону или что, давайте чекнем. Что на тату-салон? Парикмахерская. А, ну, ладно, поехали, мы, в принципе, таким страдать не будем. Так, продаем дом в Эдова, давайте позвоним, он именно дом продает, давайте у него спросим, что он именно продает, просто, если дом продает, то я, на самом деле, в Эдова бы купил себе дом. Блядь, он едет 163, пацаны, 163, да нахрен вообще эти Дугатти тогда, и так далее, блядь, он едет довольно-таки нихуево. Тот едет 185, ну, примерно, а этот едет 163, блядь, это вообще охуенно просто, реально, я не жалею, что я его купил. Хорошо, что я поехал и посмотрел, блин. Так, я, действительно, по приколу поехал посмотреть, есть здесь дома, в принципе, и, да, вот, Максим, вроде бы, да, этот чувак, блин, я бы, на самом деле, купил себе дом, тем более, в Эдова довольно-таки неплохой райончик. Конечно, если у меня что-то сломается, то это будет пиздец, поэтому давайте ему напишем, что он вообще какой-то морозится. Давайте проедемся по этому, посмотрим, что вообще здесь есть, вообще, ну, если я вообще буду сюда переезжать, то надо посмотреть, что здесь есть. Лол, он его за 5 миллионов продает, вы чё, ебанулись, такой жопе мира за 5 миллионов? Это ж пиздец. Короче, пацаны, я думаю, будем заканчивать, я, серьёзно, реально кайфу от этого морозчика, не зря его купил, мне он очень нравится, поэтому я его, думаю, оставлю, пока что буду на нём ездить. В следующей серии вас ждут перемены, я планирую переехать, ну и кое-что ещё. Всё, пацаны, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.